Уважаемые коллеги, ну мы сейчас в силу своей работы, в силу своего предназначения нашего федерального учреждения очень много приходится ездить по регионам. И зная потребности федерального учреждения, когда работаешь со специалистами высшего класса, с профессорами, те, которых вы сегодня слушаете здесь на докладе, и в основном разговор там не хватает какого-то оборудования, какой-то расходки, куда-то надо съездить на конгресс, посмотреть какую-то операцию, приезжаешь в регионе, там, конечно, разрыв колоссальный. Колоссальный, и можно проблему долго перечислять, но кажется, очень большая проблема подготовка кадров. Мы даже не говорим о том, что их не хватает, но те, которые есть, квалификации их недостаточны. Сейчас много говорится о том, что нужно в этой системе менять. Кстати, говорится, Миноборобразование, Министерство здравоохранения. Сейчас эти вопросы будут обсуждаться за круглым столом, в том числе на уровне правительства. А в общем-то тупиковая ситуация. Удлинять сроки обучения. У нас и так специалистов не хватает. Сейчас ввели систему непрерывного медицинского образования, и все понимают, что произойдет какое-то еще большее ухудшение в количестве специалистов. Надо, по сути, менять, наверное, психологию с той системы, которая есть внутри. Даже вот в этих двух годах ординатуры. Сейчас мы где-то сегодня слышали о том, что говорят, что два года вообще невозможно стать специалистом. Так что же надо вложить вот в эти течение двух лет? И я не претендую на то, что вот Никита сказал, что сейчас Алексей Михайлович скажет нашу там концепцию. Нет. Но надо, с одной стороны, конечно, с одной стороны, мы должны приучить наших молодых специалистов работать постоянно, искать что-то новое с литературой, с новыми источниками, где-то смотреть что-то, чему надо научиться в другом более высшем учреждении, быть на конференциях, читать новую литературу. В конце концов, уже со времени обучения начинать публиковаться. А с другой стороны, нужно научить элементарным практическим навыкам, потому что в хирургии это проблема. Вот сейчас у нас там формируется так называемая высшая школа онкологии, в том числе Вадим принимает там активное участие. И у нас конфликт между программой обучения, которая есть, ее нужно исполнить, и с тем, что обучающиеся рвутся в бой, дайте нам что-нибудь порезать, знаете, были такие ординаторы, дайте я порежу. Ну, а как я научусь, если вы мне не даете этого? Но, извините, ведь это пациент, вы за него отвечаете, вы еще не имеете... Так, а вы научите. А где учить? И, конечно же, это не наша система, просто нам нужно немножко наполниться, наполнить содержание обучения симуляционными классами. Ну, и вот сейчас очередной виток, это, конечно, нам нужна клиника животных, где мы будем учить молодых специалистов, тех, кто хотят освоить технологию на живых тканях, на животных, держать аппаратуру для того, чтобы это было более продуктивно. Все равно в симуляционных классах вы не обучите, а тем более на картинках, или глядя из-за плеча в операционной, всех поставить, ассистировать, всем дать скальпель невозможно. Поэтому, как такой компромиссный вариант, наверное, правильный, это ветеринарная клиника, в которой в операционной будут обучать специалисты, где ее делать? В университете, а кто будет учить? Наверное, нужно делать там, где есть эта технология, есть носители технологий. Это выигрышная ситуация, когда специалист может показать в операционной, когда обучающийся посмотрит из-за плеча, а потом перейти в клинику животных, дать ему инструмент, показать, что это не так уж просто, показать на животном, ну а потом уже, может быть, что-то дать в операционной. Для того, чтобы тот, кто будет учить в клинике животных, умел этим владеть в совершенстве. Если мы туда поставим человека, который будет только этому обучать, он быстро превратится, так сказать, в неспециалистов, вы понимаете, да, потому что там потока не будет и прочее. Он должен сочетать походы в операционный и походы в обучающийся класс. Ну, наверное, об этом мы должны были сегодня сказать, поэтому мы сейчас практически создали клинику, в которой мы будем обучать, у нас там две операционных, мы провели только такой первоначальный тренинг, и я думаю, что с сентября месяца у нас пойдут первые обучающиеся. Мы прежде всего претендуем на эндовидеотехнологии, на эндоскопические технологии, лапаро-торакоскопические. Ну, удивительно, этим хотят и мамологи, хотят заниматься эндоскопическими технологиями, но не только это. Сложное оперативное вмешательство традиционными доступами тоже нужно осваивать на животных. Поэтому мы предоставим слово Никите, он это попытается как-то обобщить, систематизировать. Спасибо большое. Название моего доклада достаточно громкое, мой голос будет чуть потише. На самом деле мы не претендуем на инновационные подходы, инновационные технологии, мы просто взяли за образец европейские, американские модели, частично российские, и постарались их опыт перенести в свою практику, а также перевести его в онкологическое русло. Никто не будет, наверное, спорить с следующим выражением, что качество оказания медицинской помощи не может быть выше уровня медицинского образования. Как известно, врач обучается всю свою жизнь. С момента становления медицины врачи проходили определенные этапы, и на сегодняшний день не возникает сомнений, что образование должно быть непрерывным, комплексным, поэтапным и персонализированным, и с фокусом на отработку практических навыков. По данным комиссии Ланцет, 5 миллиардов человек на земле не могут получить адекватную хирургическую помощь. В любом онкологическом учреждении, и институт онкологии не отличается от них, большую часть клинических подразделений, клинических отделений занимают отделение хирургической направленности. Поэтому, мне кажется, совершенно очевидно, какую стезю надо развивать. Немного слов про историю. Изначально планировалось открытие экспериментальной лаборатории, поскольку в нашем центре сосредоточены очень опытные и ведущие российские хирурги, и хотелось дать им простор для деятельности, чтобы они могли отрабатывать новые методики, и тем самым повышать какой-то научный потенциал учреждения. Но в дальнейшем, проанализировав потребность кадровую, чтобы обучать не только внутренние кадры, но и внешние из других лечебных учреждений, из других городов, было принято решение открыть первый в России образовательный центр онкологического профиля на базе хирургической службы Института онкологии Петрова. Целями и задачами являлось совершенствование практических навыков хирургов-онкологов, продвижение высокотехнологичных методов хирургического лечения в онкологии, стандартизация вмешательства в лапароскопической хирургии и повышение квалификации сотрудников. Кому будут интересны данные курсы, в первую очередь, это только что окончившие высшее учебное учреждение, это интерны, ординаторы, аспиранты, также это молодые хирурги, но и опытным специалистам, я думаю, что эти курсы будут интересны, поскольку будет возможность, с одной стороны, послушать мнение ведущих хирургов России относительно, не обязательно лапароскопических, но и открытых операций, то есть экспертного класса. А также многие хирурги, уже несмотря на то, что лапароскопия в России появилась более 10 лет назад, но они до сих пор еще не перешли на этот уровень. Что касательно обучающихся, которые только что закончили вуз, я думаю, что большинство из присутствующих данной аудитории согласятся, что как только перейдя порог лечебного учреждения, вы готовы уже на низком старте, хочется начать что-то оперировать. Но что получается в реальности, я думаю, вы тоже не будете со мной спорить, это горы бумаг, и максимум это ассистенция, то есть стоять на крючке. С одной стороны, это обидно, с другой стороны, без этого никуда, потому что, понятное дело, с этической стороны, с этической позиции, сразу оперировать на живом человеке, вряд ли вам дадут. Мы не будем останавливаться на эндоскопических технологиях, почему надо переходить на лапароскопию, на торакоскопию, это давно все доказано, я думаю, все понимают это значение. Основные направления данного центра будут охватывать коллапрактологию, таракальную хирургию, гинекологию, онкоурологию и абдоминальную хирургию. Курсы будут построены таким образом, что будут включать в себя теоретическую часть, причем с особым направлением, с особым упором на онкологическую составляющую, где будут принимать участие и химиотерапевты, и радиологи, то есть у онколога должен быть более широкий кругозор. Также будет возможность увидеть, что происходит в самой операционной на человеке, отработать свои навыки, что начальное, что продвинуть в Драйлабе, и как итог на биологических моделях, на свиньях, на территории Ветлаба. Это будут небольшие группы, до четырех человек, где каждый сможет задать свой вопрос и получить на него разумительный ответ. Длительность обучения будет составлять от одного до пяти дней и охватывать как узкую направленность, так и общее представление. И хотелось бы представить небольшой ролик относительно данного центра. Первый в России образовательный центр для повышения квалификации хирургов-онкологов. Отработка навыков открытой и эндовидеохирургии в Драйлаб и Ветлаб. Преподаватели и кураторы курсов ведущие хирурги отделений научно-исследовательского института онкологии имени Петрова. Каждый курс включает в себя теоретическую часть, посещение операционной, отработку практических навыков на синтетических материалах и биологических моделях. Партнеры проекта – ведущие производители медицинской техники для эндовидеохирургии. Действительно было бы проблематично открытие данного подразделения без участия спонсоров. Хотелось бы услышать Алексея Борисовича, представителя Джонсона Джонсона. Большое спасибо, Никита Евгеньевич. На самом деле, на подобных мероприятиях индустрии не принято выступать. Как правило, она молчалива, ну или речь идет на стенде в основном с нашей компанией. Компания Джонсон и Джонсон, подразделение Тикон, я представляю. А поскольку такая возможность появилась, я два слова буквально скажу про компанию. Как вы знаете, Джонсон и Джонсон – это не только Джонсонс Бэйби, но и это продукция для хирургии. Компания была основана 130 лет назад. И на сегодняшний день это крупнейший производитель товаров для здоровья. Именно так мы это называем, потому что это и фармацевтический сектор крупнейший, это сектор потребительских товаров, где есть безрецептурные препараты и так далее. Но это прежде всего для меня, это сектор, где я тружусь, это сектор медицинских изделий. И Тикон – это крупнейшие подразделения в этом секторе. Как вы знаете, многие хирурги, кто учился в России, еще совсем недавно даже, начинали свой путь, да, с ассистенции, но часто давали возможность зашивать. Я не исключение. И нитки Тикон для нас, для всех были стандартом всегда. Я расскажу про себя коротко. Я потомственный хирург, тоже учился в Екатеринбурге, и в какой-то момент я перешел в индустрию. Уже 10 лет я тружусь в компании Johnson & Johnson. И для меня моя работа – это не только продажа товаров, это гораздо больше и шире. Я сейчас об этом расскажу. Как я уже сказал, индустрия производит медицинские устройства, и на заре появления производителей иностранных в России, это было в 90-е годы, и даже в нулевые, во многом прослеживался следующий тренд. Я сказал о том, что я сам хирург, я обучался, когда я был в интернатуре и ординатуре. Было очень тяжело, как уже сказал Алексей Михайлович, что не давали оперировать на самом деле. Было очень тяжело. В этом смысле индустрия могла бы помочь, но на тот момент, и первые годы, наверное, этого столетия, индустрия в основном фокусировала свое внимание с точки зрения образования на тех специалистах, которые условно являются критичными в плане продвижения товаров. И в этом есть диссонанс определенный. То есть у нас есть ресурсы, но при этом мы фокусируем эти ресурсы не совсем, может быть, на правильной аудитории. Я могу сказать, что компания Johnson & Johnson – это наш документ, по которому, в принципе, мы живем. Называется «Кредо». Все, что делает компания, изложено в этих четырех параграфах. Я бы хотел на одном остановиться. Это первый параграф. То, что мы несем ответственность перед врачами, медицинскими сестрами, перед пациентами, отцами, матерями, перед всеми, кто пользуется нашей продукцией. Это записано в самом главном уставе нашей компании. Для нас это значит не просто продвижение и продажа товаров. Для нас это значит, что мы ответственны за то, как этим товаром пользуются, и насколько своевременно и правильно он применен, и так далее. Поэтому мы занимаемся профессиональным образованием в том числе. И в данном случае речь не идет просто о том, чтобы обучить технике использования того или иного инструмента. В данном случае речь идет о комплексном подходе, когда мы можем фокусировать свои усилия с самого начала над специалистами, которые только учатся оперировать той или иной технике. Не секрет, что на сегодняшний день очень широко распространена малоинвазивная хирургия, и это, безусловно, обусловлено тем прогрессом научно-техническим, который нас к этому подталкивает, и теми результатами лечения, которые все ждут. Мы очень сильно выросли в области экспертизы малоинвазивной хирургии, в онкологии в том числе. И вот наш совместный проект позволит, я очень верю в то, что именно в онкологической среде развивать самых передовых хирургов. Я в заключении просто хотел бы добавить еще, что это примеры того, как компания, партнерствуя с различными структурами здравоохранения, удается организовывать те полезные мероприятия для самого разного уровня хирургов, которые в итоге позволяют им оперировать безошибочно, если так можно делать, оперировать, может быть, инновационно, использовать самые новейшие методики, и при этом еще, что важно, быть в контакте с самыми передовыми хирургами во всем мире, потому что наша компания имеет представительство во всех странах практически, ну, как минимум на всех континентах. Мы знаем очень многих специалистов, те хирурги, которые присутствовали сегодня на открытии форума, в частности, да, корейские наши коллеги, это тоже наши партнеры, но в Южной Корее. Я бы хотел закончить тем, что наша миссия, это не только, как я уже сказал, фокус на товарах и услугах, это прежде всего наша миссия сделать здравоохранение лучше, сделать его более полноценным, сделать его в каждой отдельной стране, таким, каким эта страна этого заслуживает. Спасибо. Не хотелось бы услышать Дмитрия Романовича, представителя компании Шторц-директора, чтобы он рассказал свое мнение. Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый президиум Алексей Михайлович. Безусловно, я могу подтвердить слова предыдущего, оратора Алексея, что это очень редко, когда представители производителей выступают, имеют возможность выступать на форумах. А с одной стороны это нормально, с другой стороны есть определенная боль и беда. Эта боль и беда отражаются в той практике, в которой мне приходится заниматься. Я являюсь представителем компании Карл Шторц очень много лет, и как раз благодаря инициативе, которая возникла со стороны Института онкологии имени Петрова, появилась и стала развиваться мысль в направлении развития минимально-називных технологий в онкологии. Это очень большой плюс. Об этом не сказать сегодня просто было бы невозможно. Я пользуюсь этой возможностью. Еще раз благодарю коллег за то, что они дали шанс реальный реализоваться и не только своему институту, но и производителям, которые в технологиях реализуются тоже вместе с вами. Это большой успех для всех. Поскольку я должен ложиться в 5-6-минутное сообщение, я в 3-минутное. Хорошо. Тогда очень кратко о методологии. Переключение здесь, влево-право. Вызовы, перед которыми сейчас стоим, известны всем, перечислять не буду, но это действительно НМО, и это внедрение симуляционных методов обучения. Два этих основных направления, которые должны быть отражены в подготовке специалистов, фигурируют в вызовах. Два параллельно идущих тракта. Задачи и цели компаний-производителей, задачи и цели образования. Ну, если коротко, любая компания заинтересована в продвижении своего продукта и реализации его. Любое образование заинтересовано в повышении уровня осведомленности и содействии в совершенстве методики, которыми владеют специалисты. Мы решили найти возможность объединить эти два направления, в синергизме этих двух направлений, достигать основной цели, которая, собственно, стоит перед всеми перед нами. Это повышение качества медицинской помощи. Как приходится нам это делать? Пять лет назад был создан собственный методологический, назовем это все-таки не учебный, а именно методический центр, поскольку мы занимаемся преподаванием или рассказом о том, какие методики как можно применять. Поэтому все-таки больше методический центр. Суть в чем, что любой курсант на этих курсах участвует бесплатно. Дальше, имея достаточно большой определенный успех в развитии этого направления деятельности, мы решили создать еще филиалы, поэтому доступность для российских специалистов значительно возросла. Проводим эти курсы для специалистов любых профессий. Проходит это в регулярном режиме и есть возможность, зарегистрировавшись на нашем сайте, иметь доступ к информации, какие курсы по какой тематике проходят, где и когда. Мы проводим онлайн-трансляции наших тренингов и операций вживую, что тоже очень важно именно для молодых или продвинутых докторов. Каждый выбирает свою тематику. У нас, естественно, за эти годы скопился очень существенный архив записей по минимально инвазивным операциям и по тренингам, которые мы проводили, по сути, по всем направлениям. Что очень важно, мы проводим курсы для медицинских сестер и младшего медицинского персонала, поскольку действительно, вот Алексей сказал, я это поддерживаю, мы обязаны не только заниматься тем, что производим инструменты, мы должны доносить до пользователей этого оборудования инструментов все ценности и все нюансы, возможности использования этого инструмента правильно, с тем, чтобы он служил как можно дольше и эффективнее. Ну и у нас в наших тренинг-центрах постоянно оборачивается парк оборудования, обновляются инструменты и технологии. Ну, изображение наших тренинг-центров Владивосток, Санкт-Петербург, Новосибирск, наш основной учебный методический центр в Москве, через который прошло уже более 10 тысяч специалистов и порядка 4,5 тысяч медицинских сестер. Так выглядит наша аудитория, которая рассчитана на размещение 60 посетителей с возможностью трансляции в режиме HD и 3D. Шоу-рум, 8 трансформированных рабочих мест. Так выглядит наша комната большая, учебная. Так выглядят наши рабочие места. И есть шоу-рум, посвященный полностью концепции интегрированных операционных оверванов для тех, кто собирается, только думает приобретать этот сложный комплекс многогранный, либо те, кто уже приобрел его и просто хочет отрабатывать некоторые навыки по функционалу, или думает о расширении своих возможностей в том концепте, который есть уже у них. Основные типы курсов – это курсы для врачей практически по всем специальностям. Это тренинг для медицинских сестер и есть специальный тренинг для специалистов, которые работают в инженерных службах лечебных учреждений. Мы решили создать портал «Эндотренинг». Уже более 10 тысяч пользователей постоянно регистрированы на нем, имеют доступ ко всей информации, которая там заложена, в том числе информация о проводимых и планируемых курсах. Там же есть доступ к этому порталу «Эндовидео», где либо проводятся трансляции онлайн наших презентаций, тренингов, открытых или хирургических мероприятий, ну и также там накоплен большой материал по видеопрезентации. Компания участвует сейчас в Фейсбуке и уже более тысячи подписчиков постоянно работающих. Там это тоже посвящено именно обмену опытом, информацией о том, где какие тренинги, где можно поехать, что услышать, кто выступает, в каких мероприятиях, в какой стране можно было бы что-то новое увидеть. И вообще просто обмен информацией о том, какой инструмент работает, какой нет. Что мы сделали так? И мы очень горды, действительно рады тем, что у нас появилась возможность сотрудничество наше в Институте онкологии продолжить. И я думаю, что у этого Вэтлаба, который открылся совсем недавно, очень большая перспектива, потому что потребность именно в развитии минимально инвазивных доступов хирургии в онкологию крайне высока. И действительно, как уже говорил Алексей Михайлович, ну кадры, может быть, у нас есть, но квалификация кадров, опыт их требует очень большой проработки. Доступ к информации вы увидите на этих порталах. Милости просим к нам в наши методические центры и во все центры, в которых мы занимаемся проведением информации не только о нашем продукте, но и возможностях его применения. Благодарю вас за внимание и большого успеха в проведении вашего мероприятия. Спасибо. Еще кто-нибудь выступает? Ну, получается, такой комплексный коллективный доклад, я даже не знаю, кому вопросы задавать, или всем по очереди. Или вы, Никита Евгеньевич, будете за всех отдуваться? Я готов. Ну, вопросы есть? Или для начала мне, для затравки, вас развеселить? Давайте. Первый вопрос. Вот и вы, и представители двух фирм, кстати, конфликта интересов нет, тут и этиконы, то есть подружились, да, наконец-то, ладно. Значит, говорили о биологических объектов. Мне вот очень интересно, это органокомплексы, или это уже будут все-таки животные поднаркозные, на которых будут отрабатываться операции? Это большая разница. Это будут и органокомплексы, и животные, которые будут отрабатываться операции поднаркозные. Очень хорошо. Второе. Это чей счет банкет? Это госзаказ, или это все-таки коммерческий проект? Это больше коммерческий проект. Ну, я о стоимости не спрашиваю, я, в принципе, знаю, как это у нас. Вот. И хотел бы, вы знаете, в качестве замечания, в вашем визави, ну, или друзьям, из шторца и бетикона, чрезмерное увлечение симуляторами, я их называю игрушками, оно к реальной жизни, вот мы тут с Вадимом сейчас шептались, никакого, в принципе, отношения не имеет. Это большая разница. Красиво, слов нет. Презентабельно, стоит больших денег. Кстати, Алексею Михайловичу вашему кланяться надо, что он не жалеет на онкохирургию, никаких денег и административного ресурса. Вот. Но, тем не менее, жизнь в операционной и в симуляционных классах, это ведь все-таки две большие разницы. Что вы скажете? Не приведет ли вот это чрезмерное увлечение к однобокости, к односторонности восприятия потом в операционной? Нет, Михаил Владимирович, у нас с симуляторов. Сейчас ответит он. Он решил за вас, за всех. Ага. Адвокатская коллегия сформировалась. Хорошо. Давайте, с кого начнем? Ну, если мы сейчас будем думать, как, то мы ничего, мы не сдвинемся с места. Потому что все стоит денег, начиная с симуляторов, стоек, я не говорю о животных. И в нашем учреждении, даже в нашем федеральном учреждении, денег этих не найти, потому что это деньги должны прийти из образования. В науке денег очень мало, там это все почти одна статья. А в образовании только те, которые мы заработаем, тоже на образовании. Вы понимаете, да, что все стоит денег. Но двигаться надо, и поэтому приходится... Я, во-первых, прошу прощения, что вот наш доклад о нашей клинике перевели, мы дали слово производителям. Я вижу, как немножко все отреагировали, потому что, ну, вот, еще отличительность, чертой нашего форума, то, что это мы все делаем, этот банкет за счет фирм, которые... Это их благотворительность. Но вы заметьте, что нигде это не выпячивается, и они вас и нас своими докладами вот на этом форуме не перегружают. Мне уже не один человек об этом говорил, но мы постарались так, чтобы вот действительно нам помогают, потому что нужно помочь. В данной ситуации мы очень благодарны фирмам, потому что здесь не важно кто. Карл Шторц, Олимпус, Джонсон Джонсонс, ну, и еще ряд, с которыми мы работаем, но люди приходят помочь в данной ситуации, и главное, чтобы технология дошла до обучающихся. Я ездил смотреть в клинику Франции вместе с профессором Берлевым, там стоило обучение, по-моему, в течение недели 3000 евро. Ну, вот стоимость этого проекта. Ясно наши обучающиеся эти денег не найдут, и учреждения, которые будут посылать, тоже этих денег не найдут. Была проблема профессоров заполучить из наших федеральных учреждений на наш форум, потому что сказали, у нас нет денег отправить сюда, в Санкт-Петербург, и оплатить им еще проживание. А найти 100 тысяч рублей или 150 тысяч на неделю, тем более. В этой ситуации приходится все-таки обращаться к производителям, которые заинтересованы, по-доброму заинтересованы. И здесь не попытка кого-то вытеснить. Мы ведь готовы со всеми, кто предоставит свое оборудование, свою расходку, которая обеспечит потоки. В конце концов, все получат от этого определенную выгоду. Обучающиеся получат знания, производитель получит рекламу и на него обратят внимание. Поэтому мы работаем со всеми, кто хочет нам помочь. Ну, в частности, нам Калштос поставил симуляторы, телепаки. Мы сейчас покупаем свою стойку, тоже найти стоимость стойки в нашей по статье образования это невозможно. Это, так сказать, своя технология. Часть оборудования мы берем, арендуем там и так далее, и так далее. Но мы надеемся, что в этой ситуации обучающиеся будут получать образование бесплатно за счет средств производителя. Они будут сами формировать потоки, но эти обучающиеся будут работать на их оборудовании. И какая разница обучающимся, на каком они оборудовании, в конце концов, они получат. И о чем я еще хотел сказать. Еще самая большая проблема, с которой мы сейчас столкнулись, мы здесь не поднимаем. Вы правильно сказали, что это будет органокомплекс, животное. Очень много проблем юридических, чтобы это делать на животном. Как мы сейчас проходим все эти препоны, Никита может кому-нибудь рассказать, кто интересуется. Я думаю, мы потом поделимся опытом для тех, кто захочет организовать эти клиники. Но я абсолютно уверен, у нас намерения очень устойчивые, что мы эти все препоны пройдем, и в конце концов у нас срывов намеченных планов по обучению не будет. Что касается симуляторов, вы знаете, у нас первая была идея, приехали из Татарстана, нам предложили симуляторы компьютерные, там все так красиво. И мы вроде бы поискали варианты, найти можно было эти деньги, но когда я обратился к нашим хирургам, они сказали, бесполезно, это не нужно. Они, вот лучше ставить телепаки, там отработка навыков, это очень приближенно, и к животному. Поэтому вот в те красивые симуляторы компьютерной графикой, вроде бы все на телевизоре, на мониторе все это интересно, мы этим путем не пошли. Ну, я знаю, что некоторые наши хирурги, которые сейчас великолепно оперируют эндовидеохирургически, когда их жизнь заставила, они бы не проходили вот все эти курсы, о которых сегодня говорил Дмитрий, они, но жизнь заставила, он это осваивал на кухне при помощи самодельного симулятора, картонной коробки, взяты были инструменты, поставлено зеркало, и это упорный труд преодолел. И понятно, что это лучше, чем какой-то очень дорогой, красивый, с большим монитором. Мы это все учитываем. Спасибо за вопросы. Просто у меня есть определенные опасения, как бы стоимость обучения не сделала эту специальность опять хирургом, хирургии избранных единиц. Мое глубокое убеждение, эндохирургия должен владеть любой хирург. И, соответственно, разница в зарплате должна тоже ощущаться, если человек владеет или не владеет эндохирургией в клинике. А, кстати, проблемы, которые с Ветлабом, вы могли бы у нас в Казани опытом поделиться, мы ведь тоже организовывали, было масса проблем с релаксантами, с наркотиками, с лицензированием, и мы эти все препоны обошли или бы пошли своим путем? Мы пошли своим путем, я был в Казани. Ну, правильно, родина революция. Все. Да. Действительно, сохраняется проблема, в том числе с самим завозом животных, потому что, если все делать по правилам, они должны карантинизироваться в 21 день. Что они карантинизировались в 21 день, надо построить еще помещение, которое будет еще больше, чем в Виваре, чтобы соблюсти все санкины. Поэтому приходится искать лазейки, договариваться относительно поставки животных без карантинизации, чтобы Ветнадзор дал разрешение. Это действительно достаточно тяжелый труд, потому что, мне кажется, что на каждую бумагу, которую я нахожу новую, появляется еще 10, которые надо оформить для ее решения. Вон, последний вопрос, а то он уже сейчас в обморок упадет. Вы знаете, я тут увидел сейчас в презентации симуляционный класс, вопрос о ветеринарной лаборатории решен. А как завершающий этап операционный, живая операционная будет, где будут представлены те же эксперты, лица которых мы видели, уже оперирующие на пациентах конкретных? Я думаю, что живой операционный мы не будем делать из этических соображений и с точки зрения посмотреть операцию, как делают хирурги, которые юридически оформлены в институте онкологии, это будет возможно. Но поучаствовать самому в операционной человеке я не могу. Не-не, посмотреть. Посмотреть, конечно. Исключительно, я не говорю об участии в эстензах, а вот, допустим, Карачун или ваш однофамилиец показали в симуляционном классе какие-то этапы, навыки, а потом раз и в операционную и на видео или за спиной постояли. Такой будет завершающий этап? Да, конечно, это будет не только завершающий, но и первый, второй и третий день. То есть первую половину дня слушатели будут в операционной, потом будут теоретические курсы и в дальнейшем отработка навыков уже и в симуляционном классе и в этапе. Это хорошо, когда замкнутый цикл будет обучения. Это замечательно, конечно. А он, одни, нет фамилии все-таки, родственник. Есть такого. Еще вопросы будут. Очень интересный проект, коллеги, давайте, сдавайте, потому что действительно создать замкнутый цикл обучения эндохирурга в онкологии на базе очень авторитетного уважаемого учреждения. Это действительно уникальный проект для нашей страны. На самом деле у меня вопрос к Алексею Михайловичу. Скажите, пожалуйста, с учетом того, что это коммерческий проект и поток с регионов будет расти и расти, скажите, пожалуйста, останется ли время для обучения ординаторов и аспирантов на Ветлайбе? Так как центр работает до трех часов, эксперты занимаются лечебной деятельностью? Что касается коммерческого проекта, это звучит коммерческий проект, потому что он не находится в госзадании. Но вообще-то по идее, что для обучающихся это не коммерческий проект. Это знаете, как у нас медицина бесплатная, это не значит, что она бесплатная, пациент не платит. В данной ситуации будут платить производители, которые привезут обучающихся. И ведь чаще всего привезут не ординаторов, а привезут уже зрелых хирургов, которые хотят обучиться этой технологии. Что касается нашего учреждения, то мы планируем обучать параллельно, на параллельно, знаете, как водитель трамвая постоянно бесплатно катается. Поэтому для обучающихся в нашем институте, в клинической ординатуре, это будет, естественно, бесплатно. оно будет введено в программу обучения, но, конечно, не ординаторов с другого учреждения. Речь, вопрос стоит не о том, что придется ли ординаторам платить, а речь о том, что останется ли у эксперта времени проводить обучение для ординатора, потому что лаборатория работает до трех часов, у эксперта есть лечебная работа, соответственно, и если будет поток с регионов, то времени на нас опять же не остается. Я сейчас о другом думаю, не о том, что лаборатория работает до трех часов, а когда с таким трудом мы привезем животное, на котором обучающимся коммерческим будет показана операция, то на этом животном могут потом прооперировать задача, так построить процесс, таракальные хирурги, урологи, но обучающихся приезжающих не будет столько, это будут свои ординаторы, все, кто захочет показать что-то, пожалуйста, вот у нас сейчас обучается 150 обучающих, слушателей у нас в институте, пожалуйста, учите, а кто сказал, что до трех часов что-то работает в учреждении, у нас так не звучит, у нас просто нельзя раньше уйти, чем половина шестого, а если кто-то хочет работать больше, пожалуйста, все, Спасибо.